Заревилась часть пруда, как будто бросили сетчатую салфетку на полированный стол. Прогулка на Джамгарские пруды 19 сентября 2017 года, но сначала импровизация на фортепиано. Продолжение следует... Не померил температуру перед прогулкой, а зря. Я чуть пробежался за автобусом, да один раз подтянулся на поручнях в автобусе у задней двери. И сел на сиденье, вместо того, чтобы стоять. Устал, черт возьми. Тише благодать. Оперся я перила. Входит в мета зрелища, постепенно и наполняет блаженством. Какое счастье, что сделали деревянные мостки вдоль прудов. Но даже если их сделал прохвост, даже если он из тех миллионов, что ему дали, пару украл, все равно на том свете. Под ним, разжигая костер, вспомнят про эти дорожки и скажут. Эй, за одно доброе дело, уберите из-под него одну головешку. М-м-м-м, водяные лилии лежат. Как побитые. Палку нашел, как кто-то неудачные удилища срубил. Увидел, что коротко, да бросил. Поддел одну, другую лилию. Нет, их не сломали. Просто время пришло. Семенам их Плавать в воде. То, что грустное, Оказалось Райским Блаженством. Удивительный столб Со стрелками Меня поразил в самое сердце. Открывалась маленькая дорожка куда-то, Но стрелки показывали Разные направления Сквозь эту местность, куда-то. Это было дивно. Можно было идти За неведомым Неизвестно куда. Есть поговорка Не показывай дураку недоделанное, А то он испытает блаженство, А то он испытает блаженство, Добавил бы я. Ну, не успели буквочки на стрелочках написать. А как порадовали Мою душу Предполагаемыми полетами В неизвестность. Какие чистые доски На мостках под ногами, Их моют и моют Дожди без конца. Ммм, лучше Всяких уборщиц. Но это значит, Можно и в городах Не мыть асфальты Асфальты машинами. Хватит дождей. Только бы люди Не бросали в мусор Из окон. Заребила часть пруда Как будто салфетку Сетчатую Бросили На полированный стол. Что утки в пруду И что облака На небе Держится стаями? Причем нет. На небе снежная Равнина Образовалась Только что выпавшего Рыхлого Комними снега. Ангелам можно На лыжах Кататься. Красиво Дорожку сделали Из камня. На другом берегу. Плитки А не кирпичи. Ну а то, что щели С толстый палец Размером Не портит. Травка Украшает Приятно Проросшая травка. Но всего рядов Двенадцать Я посчитал. А на плитку Одно положил Восемь Уместилось Лишь пальцев. Значит Значит Украли плиток На целый ряд В несколько километров. Солнце тучи Закрыло Солнце тучи Закрыло Не дает ему светить На закате Ветерок И что стояло Подхожу деликатно Между ними Чтобы рыба Меня не видала Скажите Если так много Рыбаков Значит Ловится рыба Наверное Ловится Отвечал мне Улыбаясь Мужчина Но не сегодня Ух Какая красота Дальний дом Высоченный Вдали Окнами Оранжевыми Заплал Будто его Ангела Подожгли Ну допустим Там грешники Жили Соборные Со всей планеты От лучей Заходящего Солнца Пока Жилет одевал Все погасло Но успел Две фотографии Сделать Пылало Сияло Еще И окно Ресторана Над прудом До чего же Высокие Травы Кругом Сильными Волнами К детства Меня Продевает Гипнотической Силой Прогулка На речку 20 сентября 2017 ГОНЕ Вначале Эбраизация КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ах, как хотелось на солнце! Но едва были силы постель убрать и побриться, и снова дойти до постели. Но едва оно горизонт, да еще тучи закрылось, бросил писать комментарии в своем журнале, что веду в интернете, и бодренько на прогулку. Это значит, что солнце во всем виновата. Магнитное излучение или подобное нечто, чего и не знаю. Опять небрежность и наплевательство вполне сделали спуск с тропинки удовлетворительным. Ну, со всеми припрыжками, как получится. А чем раньше я был недоволен. Течение слабое за берегом у поворота. Утки дремлют втроем на воде. Пока писал, рыбка плеснула. У мостка на моем берегу. Я думал, удочку закинул рыбак. Соскучилась. Любит, наверное, осторожно содрать наживку, избегая крючка. Веселая, веселая, рыбка. Да чего же высокие травы кругом Сильными волнами к детству меня пригибают Гипнотической силой. Желтое песчаное дно Проглядывает в реке. И откуда столько песка? Какая-то веселая ива попалась. С боков зелена, но пожелтела внутри. Верхушка же вовсе голая на голубом. Вспомнилась Украина. Наверное, обмелела река. Остров большой образовался. Голое место облибовала компания уток. Навстречу живу северно, плывут другие. Странно. Одни думают о пропитании неустанно. А другие, что секта размышляет об устройстве мира. Клевер по щиколотку попадается. С его розовыми головами мои носки перемигиваются красными полосками, видимо. Ах, еще там был белый крохотный тоже. И белые полоски есть у меня. И они его веселили. Двухметровые цветы попадаются. Двухметровые. Обычно вдоль воды. С желтыми метелками на головах. Девочки, надушенные духами и кокетливые, с телефонами включенными, словно бутерброды с головым небом в ладони несли, попадаются следы за взрослой дамой. Так что приятно идти. Только подумал, скоро зажгутся огни. Вижу, как тихо и тихо и сапой они затлели, начинают уже разгораться. Кто-то на том берегу запел знакомое что-то. Это Санта-Личия. У него хорошо получалось. Весело и небрежно. Жаль, за деревьями не видно. Ни его, ни его компании. Я знаю. Там есть милая дама. На которую он посматривал весело. Ну, если знаю. Чего же еще надо? Сельзинь, судя по голосу, низким боском приговаривал что-то в темной реке. Когда приходил я мостками. Орбийский босом. Редактор субтитров М.Лоска. «Уву да». Субтитры создавал DimaTorzok